Сегодня мы хотели бы с моим садокладчиком Анной Феликсовной Литвиной поговорить об одном из самых любимых нами фрагментов Ипатьевской летописи. Он здесь на экране. Он далеко не так известен, как повесть временных лет, и речь в нем идет о печальном и трогательном событии конца XII века. Этот рассказ своего рода подарок не только для исследователя, но и для читателя благодаря тому сочетанию живописности и детализации бытового и возвышенного, которые мы здесь находим. Киевский князь Святослав Севолодович, происходивший из Черниговской ветви Рюрикович, возвращается в столицу из Карачева, где он праздновал Юрьев день. Как специально отмечает рассказчик, князь вынужден летом ехать часть дороги на санях. Строго говоря, его путь в Киев из Карачева начинается не летом, а в конце весны, в мае. Но летописцу важно подчеркнуть необычность такого способа передвижения. Князь едет, так сказать, по летнему пути зимним способом. Тут же объясняется, почему. Нечто изверглось у него на ноге, причем, очевидным образом, речь идет о какой-то серьезной болезни или открывшейся ране. Об этом говорит, прежде всего, дальнейшее поведение князя Святослава. Добравшись до Киева в пятницу, он, что называется, не заехав домой, устремляется в Выжгород для того, чтобы поклониться святым иконам и мощам Бориса и Глеба и посетить гробницу своего отца. Однако гроба отца князь так и не увидел. Ну, здесь мне нужно прекратить пересказ и прочитать слух летописный текст. И влез во церковь со слезами облобыза святую раку и посем же приде к отне гробнице. И хотя в нити, то есть войти, по обычаю попове же отошедши с ключом, Святослав, не дождав и ехо, весьма огорченный тем, что так и не поклонился могиле отца. На воскресенье приходился день памяти Бориса и Глеба. Однако князь уже в субботу сумел пойти только в самую ближнюю к его резиденции церковь в монастыре святого Кирилла, как бы последнюю свою службу принося. А в воскресенье Святослав уже не мог выехать со двора и праздновал день Бориса и Глеба дома. В понедельник ему пришло известие о том, что из Царьграда едут сваты за его внучкой Ефимии Глебовной, которую упрочили в жены византийскому царевичу, и он распоряжается, чтобы боярское посольство было отправлено им навстречу. Вот с этого момента, как сказано в летописи, ему становится хуже, охудевающей силе и отемняющий язык. Тогда Святослав спрашивает у своей жены, когда будет праздник святых маковеев. Она ответила ему в понедельник, то есть через неделю, на что князь ей сказал, что ему не дождаться этого дня. Княгиня не поняла его слов и подумала, что ему, может быть, было некое видение. Святослав же не захотел или не смог ей ничего объяснить, но, прочтя молитву, велел постричь себя в монахе и отправил гонца князю Рюрику, Рюрику Ростиславичу, которому он обещался отдать Киев после своей смерти. И вот после этого он скончался. Его погребли в отцовском монастыре святого Кирилла, том самом, куда он заходил еще в субботу, но не застал попа с ключом. И, по словам летописца, князь Святослав, мудр в заповедях Божьих ходя, и чистоту телесную свящева, и чернорильские чины и рейские любя, и нищая милуя. Из всего многообразия сведений, которое можно подчеркнуть из этого эпизода, мы бы обратили внимание на две вещи – летнее путешествие на санях и день святых маковеев. Упоминание саней в связи с болезнью и смертью в русской летописи явление не единичное. Чаще всего внимание привлекал зачин знаменитого поучения Владимира Мономаха, где князь сообщает, что пишет свое наставление детям, сидя на санях. Давным-давно была отмечена символическая связь саней и смерти. Сани обнаруживали, например, в погребальных курганах скандинавских конунгов, их жены, прочих могущественных людей. Не исключено, что в Скандинавии и на Руси сани были весьма значимым атрибутом погребального обряда. Возможно, покойников хоронили непосредственно на санях или хотя бы везли их на них к месту погребения. Соответственно, выражение Мономаха трактуется как некая устойчивая, почти языковая метафора «сидя на санях», то есть на пороге смерти. Интересующий же нас сегодня эпизод позволяет разглядеть здесь сочетание символического и сугубо буквального, поскольку на санях летом перевозили вполне живых, но тяжко занемогших людей. Что-то подобное происходило, кстати говоря, и с ковром. Завертывание в покойника в ковер и вынос тела через пролом в стене, а не через дверь – это погребальный ритуал. В то же время завернутым в ковер могли везти тяжело раненого или ослепленного князя, которому предстояли еще долгие годы жизни. Таким образом, сани летом обслуживают, так сказать, не самый факт смерти, а путь на грани жизни и смерти, вполне реальный и глубоко символический одновременно. Упоминание этих саней в рассказе о Святославе Всеволиче – это, с одной стороны, вполне надежная, почти техническая констатация факта, а с другой стороны, сюжетный элемент, придающий напряженность этому коротенькому повествованию. Смерть князя, последовавшей далеко не сразу, оказывается одновременно внезапной и предсказуемой, ожидаемой. Еще более характерна в этом отношении история с Днем Святых Маковеев. Действия и речи князя Святослава Всеволиче накануне смерти расписаны, что называется, поденно, причем какие бы то ни было числа отсутствуют. Время отсчитывается исключительно по дням недели и праздником. Своего рода кульминацией календарной фабулы повествования становится предсмертный диалог князя со своей женой. Он, напомним, спросил ее, когда будет День Святых Маковеев, память их празднуется 1 августа. Согласно летописному тексту, княгиня ответила, что маковеи будут в понедельник. При этом из самого диалога неясна причина побудившего больного задать этот вопрос. Точнее говоря, непонятно, почему князь связывает близость своей кончины именно с этим днем, и именно до него уже не надеется дожить. Объяснение мы немедленно получаем из уст рассказчика. Согласно его версии, этот день приковывает к себе мысли умирающего, потому что отец его Всеволод, День Святых Маковеев, пошел к Богове. Такая ремарка сообщает нам многое о месяцесловном мышлении самого повествователя. Отметим сразу же, что если мы переведем его календарное свидетельство в датировку с помощью чисел, то они окажутся вполне точными, так что никакой формальной небрежности в обращении с датами летописец не допускает. Не вызывает сомнений таким образом, что сам летописец не просто соотносил напрямую события в жизни княжеской семьи с днями определенных святых. Всяческие совпадения в этой сфере были для него значимы и наполнены внутренним смыслом, каким-то образом участвовали в плетении канвы семейной преемственности, выделявшейся на фоне преемственности общеродовой. В самом деле, смерть и рождение – это ровно те события в жизни рода, которые едва ли могут быть приурочены к определенному дню и к определенному имени святого, актом простой человеческой воли. Выбор дня для крещения наследника или освящения храма, например, был той частью языка имен патрональных святых и символических соответствий, которые правители творили сами. Но вот и даты кончины или рождения, будучи неподвластны их решению, неизбежно тоже втягивались в орбиту вот этого языка. Легко можно себе представить, что в глазах книжника совпадение даты имен святых в этой последней, неподдающейся планированию области, именно в силу своей нерукотворности могли иметь даже больший вес, нежели сознательно заданные совпадения крестильных имен, скажем, правнука и прадеда. Однако стоят ли в данном конкретном случае за представлениями летописца какие-либо факты, на которые он мог опереться? Этот вопрос естественным образом связан с другой проблемой. Воссоздал ли рассказчик причинно-следственные связи в диалоге князя Святославы или выдумал их? Или, говоря несколько шире, существовало ли у самих черниговских князей в конце XII века какое-то семейное поверье, связывающее кончину главы рода с днем памяти святых Маковеев? Обратим внимание, что мы с вами читаем Ипатьевскую летопись, один из трех древнейших летописных сводов. Смерть Всеволода Ольговича, отца нашего Святослава, и в самом деле отнесена здесь на 1 августа, то есть на тот самый день, когда церковь чтит память святых Маковеев. Более того, отступив еще дальше по хронологической шкале, мы увидим, что автор нашего рассказа о последних днях Святослава продемонстрировал, так сказать, лишь некую часть айсберга совпадений. Дело в том, что смерть Олега Святославича, приходившегося отцом Всеволоду Ольговичу и, соответственно, родным дедам нашему Святославу Всеволодчу, тоже датируется здесь 1 августа 1115 года. Итак, при чтении Ипатьевского свода складывается вполне стройная и, кажется, весьма впечатляющая картина. Олег и Всеволод, отец и сын, самые знаменитые черниговские князья первой половины 12 века, умирают 1 августа. В этой ситуации летописная история о предсмертных речах Святослава Всеволодча выглядит более чем убедительной и, конечно, весьма характерной. Память о таком разительном совпадении с большой вероятностью должна была сохраняться в семье черниговских князей, и нет ничего удивительного в том, что она трансформировала своего рода в такое поверье, согласно которому и представителю третьего поколения этой семьи следовало бы ждать смерти именно в этот день. Но стройность картины, однако, разрушается, если мы заглянем в два других древних свода Лаврентьевский и Новгородский. По Лаврентьевской летописи выходит, что Всеволод Ольгович, отец Святослава, скончался на два дня раньше праздника Святых Маковеев, тогда как дед нашего Святослава Олег Святославич по крайней мере на целую неделю позже. Это противоречие невольно заставляет нас заподозрить, что совпадение дат кончины различных лиц в пределах Ипатьевского свода дело рук одного из его составителей или переписчиков, а вся фактографическая последовательность, подкрепляющая наш рассказ под 1194 годом, оказывается искусственной. Стало быть, весьма шатким становится и предположение о том, что князь Святослав верил в неизбежность собственной смерти с днем святых Маковеев. Однако вот насколько показания лаврентийской летписи в действительности перевешивают картину, эту стройную и красивую картину, открывавшуюся в летописи Ипатьевской. Роль арбитра здесь, естественно, достается третьему из древнейших сводов, Новгородскому. Благодаря ему мы убеждаемся, что Олег, дед Святослава, и в самом деле скончался на Маковеев, а вот отец Святослава Всеволод когда-то в июле, без точных указаний. Таким образом, некоторая соотнесенность с реальными датами событий за роковым для черниговских князей днем святых Маковеев все же существует. С другой стороны, существует, по-видимому, и некоторая манипуляция с днями и числами в Ипатьевской летописи. И вот мы рискнем сформулировать наиболее правдоподобную с нашей точки зрения версию того, как происходили интересующие нас события, и как работал с ними летописец. Скорее всего, кончина князя Всеволода приходилась на самый конец июля. Всеволод – это отец Святослава. Итак, кончина его приходилась на самый конец июля. Лаврентийская летопись датирует ее 30 июля. И почти совпадала с годовщиной смерти его отца, князя Олега. Эта близость так или иначе запечатлелась в памяти княжеской семьи и ее окружения, тем более, что смерть Всеволода была довольно неожиданной и скоропостижной. Помимо всего прочего, не исключено, например, что Всеволода погребли 1 августа на Маковеев. Весьма вероятно также, что еще через полвека эти события окончательно сливаются в памяти черниговской семьи воедино, и Маковеи становятся столь важны для Святослава Всеволода, чем его предсмертные дни. Приблизительность совпадений нередко оказывается более плодотворной почвой, питающей семейную легенду, нежели идеально строгая хронологическая сетка. Это особенно актуально для культурного сознания Древней Руси, где канун какого-то церковного праздника зачастую наделялся метафизическим родством с самим праздником, а в русском фольклоре эти отношения приобретают даже прямо патрональный характер, когда предшествующий день может называться отцом приближающегося праздника. Очевидно, кроме того, что канун и в религиозной практике, и в обиходном понимании нередко воспринимался как понятие растяжимое, тем более если речь шла о похоронных и поминальных обрядах, которые занимали, как правило, не один день. Однако семейный обиход и точная дата в погодном повествовании не одно и то же. Каким же образом появляется в Ипатьевской летописи 1 августа как день кончины Всеволода Ольговича, дата, противоречащая свидетельствам двух других древнейших летописных сводов. Нам представляется, что ее могло породить сочетание вполне реального поверия в семье черниговских князей и письменная фиксация этого поверия как раз в нашем тексте в летописном рассказе под 1194 годом. идеальная точность совпадения без которой легко обходится семейное предание могла показаться весьма желательной для хронографического повествования в целом конечно изобилующего конкретными датировками. То есть повтор и соответствие были одним из важнейших инструментов родовой стратегии Рюриковича. Более того на временном отрезке последней третьей 12 века в Ипатьевской летописи именно у ней эта идея совпадения становится своего рода доминантой. Составитель текста отводит подобным нерукотворным знаком столь важную роль что начинает корректировать и улучшать датировку событий прошлого в сторону большей явной символичности. Поэтому вернувшись на несколько листов или на несколько десятилетий назад он слегка изменил день кончины отца князя Святослава Всеволода Ольговича. И вот такого рода искажения едва ли трактовались им искажения которые он внес едва ли трактовались им как фальсификации или как отступление от истины. Скорее летописец просто подправлял мелкую досадную хронологическую случайность ради ясной последовательной очевидной для него родовой закономерности. Спасибо. Так пожалуйста вопросы. У меня вопрос под изменение нашей темы. Первый вопрос такой. Насколько часто откуда насколько часто упоминается в поездке летом на садях? Они немножко упоминаются но как понимаете когда больше чем один раз это уже много в летописи такая пикантная интересная деталь но я бы хотел подчеркнуть что это как то есть не как правило без исключения случай перевозки действительно тяжело больного или тяжело раненого человека то есть еще это не о погребальном обряде а погребального обряда нет это домысливается вероятно вполне справедливо да когда это то есть когда кем это домысливается поскольку тут совершенно такое оппозиция ясная вернее не оппозиция а зима смерть значит на санях отправляюсь путем всея земли и вот что это это из летописи нет нет я не уверен что это можно так буквально буквально проще я не знаю может быть анна фельсовна будет участвовать в диалоге путем путем всея земли путем всея земли это не раннелетописное это интерпретация более поздняя а Владимир Мономах ограничивается тем что он оставляет наставление своим детям сидя на санях говорит вот ровно это поэтому это неизвестно сидя на санях что это его последний путь нет это ничего не следует это может подразумевать как болезнь так и вообще говоря просто зимний путь эту фразу понимали как глубоко символически о чем я упомянул в нашем выступлении то есть как указание на то что перед смертью я пишу вот это вот а так и глубоко буквально потому что вообще говоря все по учению Мономаха это история его разъездов по всей земли то есть по по разным его владениям он все время в пути и все время с тщательностью педантичный указывает как когда куда он поехал и вот вполне можно понимать как буквальное указание что вот отъезжая в очередную свою поездку я оставляю такое поучение детям а и не исключен третий вариант когда что тут диффузное совмещение глубоко символического и глубоко буквального потому что вообще говоря для поучения довольно характерно всякого рода ну не каламбурность слово каламбурность едва ли уместно для текста той эпохи но такая игра слов и понятий то есть ни на нем ли началась ни на ноле ни поучение и вот эта вот первая фраза что на санях ни на ноле послужило основой дальнейшей вот такой вот символизации которую сейчас легко найти в любом популярном издании да не исключено не исключено конечно вполне вероятно то есть для меня это скорее такая вполне отправная точка что мы точно знаем что так перевозили человека больного вот здесь у нас есть прямое описание и достраиваем что так что это часть погребального обряда нет достраиваем все таки опираясь на довольно веские вещи на погребальные сани в курганах на известно что там типологические соответствия известны я так не уверен но по-моему у Ивенков например сани играют большую роль смотри какие сани смотря какие сани к сожалению они не описываются в точности в летписи если это какие-нибудь волокуши такие то если это если если смотря какие смотря какие сани поскольку в летписи к сожалению не смотря какие дороги я думаю что они были тогда лучше и дураков было меньше да да ну да но то что это Продолжение следует...